Добрый день! И, конечно, к тем большим конгрессам, которые проходят здесь в Москве. И 23-й конгресс по теме «Человек и лекарства», конечно же, он сам проводится и регулярно, и мы стараемся, если есть такая возможность, обязательно-обязательно посетить этот конгресс и поучаствовать в нем, ну, иногда в качестве участников, иногда в качестве лекторов, докладчиков, и представить свои научные результаты по проблеме «Человек и лекарства». А какие основные направления сейчас изучаются в Вашем институте? Город Барнаул, Алтайский край, Алтайский государственный медицинский университет, он имеет широкую направленность по многим-многим направлениям. Я, как представитель кафедры факультетской терапии, то это, конечно, и кардиология, и пульмонология, и гастроэнтерология. То есть все то, что касается обычного саморядового человека, обычного жителя, и, наверное, его заботы, его заболевания, они имеют отношение к нам. То есть имеют отношение к нашей науке и клинической практике. Надо сказать, что все кафедры Алтайского государственного медицинского университета, они расположены в крупных больницах. И наши и доценты, и ассистенты, и профессора, конечно же, принимают участие в лечебной работе, во многом возглавляют эту работу. И повышение уровня лечебной диагностической работы является, конечно, нашим первостепенным шагом между больницами и медуниверситетом. То есть между практическим здравоохранением и, наверное, большой наукой. Сергей Владимирович, вот такая вот есть проблема, которая, наверное, касается каждого человека, каждого жителя Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Самары. Это заболевание грипп. И это очень, в какой-то степени, очень опасное заболевание. Скажите, пожалуйста, а вот в плане лечения гриппа, какие сейчас применяются способы? Действительно, последние годы как-то интерес к гриппу, к корви и вообще к вирусным заболеваниям усилился. Дело в том, что более 200 вирусов именно респираторных атакуют человека. И мы не всегда знаем причину, мы не всегда знаем этиологию. И если это сезон гриппа, то мы пишем в диагнозе грипп. А если это лето или, наоборот, весна, поздняя весна, то мы пишем острое респираторное заболевание, острое респираторно-вирусное заболевание. И сам по себе как-то грипп и не пишется. То есть под этой аббревиатурой и даже под словом грипп тоже скрывается не до конца расшифрованное заболевание, не до конца как бы расшифрованный вирус. Но в последние годы появилось очень много, наверное, данных о том, что вот эти заболевания по 5, по 6, а иногда и больше раз в году, это у здорового человека, без сопутствующих заболеваний, они могут вызывать изменения в системе иммунитета. И уже вторично влиять на течение таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и даже сахарный диабет. Было показано, что декомпенсация, например, по сахарному диабету у лиц самого старшего возраста, она связана с перенесенной вирусной инфекцией, иногда нелеченной вирусной инфекцией. И вот именно в это время они попадают в стационары, в это время бывает декомпенсация и сердечной деятельности, и, конечно же, нарушение углеводного обмена. Наше отношение к вирусным заболеваниям связано с тем, что вирусные заболевания, они широко распространены. И так как мы не знаем этиологии заболевания по-настоящему, то нам необходимо выбрать такой препарат, который бы влиял сразу на много вирусов и был бы крайне эффективным. В то же время нас интересует фармакоэкономика, он должен быть доступный для населения и Алтайского края, и, наверное, для жителей города Москвы. Потом он должен быть, наверное, в каждой аптеке, то есть он должен быть как-то легко самопокупаемым населением. Ну и еще один момент – это, конечно, эффективность и безопасность этого препарата. Если препарат вызывает много побочных каких-то изменений, то, по-видимому, он должен применяться очень ограниченно. Например, есть ограничения у беременных женщин, у маленьких детей. Например, есть ограничения у некоторых препаратов. Это водители, операторы, это лица, занимающиеся деятельностью, связанной с изменением неврологического статуса, головокружения. Ну и, конечно же, эффект от лечения. Все-таки мы занимаемся лечением трудоспособного населения. И именно на трудоспособное население направлены наши усилия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok